Уважаемые коллеги, в данном видеоролике представлена эндоскопическая доназальная операция по удалению остеомы решетчатого лабиринта справа. Мы видим достаточно крупную остеому, которую ранее оперировали в другой клинике, но был удален лишь небольшой ее фрагмент. Это правая половина носа, средняя раковина, сращена с медиальной стенкой орбиты, поэтому она подвергается удалению. Здесь, в данном случае, это необходимо сделать и для того, чтобы убрать область рубцевания, и для того, чтобы обеспечить доступ к остеоме. Она также вырастает в среднюю раковину. Мы сразу выходим на ткань остеомы, открываем верхнечелюстную пазуху. Это необходимо и для ориентиров, и для того, чтобы в соусте верхнечелюстной пазухи в дальнейшем не закрылась. Удаляем слизистую оболочку, покрывающую остеому. И вот уже видим частички остеомы, которые достаточно легко отходят. Но после удаления поверхностного слоя уже сложнее. Остеомы поддаются удалению, и в этом случае мы будем уже ее высверливать. Используем щипцы Керрисона для того, чтобы убрать фрагменты остеомы, отправить их на гистологию. И дальше начинаем высверливать. Сейчас у нас практически отсутствуют анатомические ориентиры. За исключением ориентиры, которые мы видим через верхнечелюстную пазуху. Это нижняя стенка орбиты и задняя стенка верхней чересной пазухи. Что касается остальных ориентиров, сейчас мы не видим ни основания черепа, ни медиальной стенки орбиты. И мы знаем по компьютерной томографии, что у пациента не вовлечена в процесс кленовидная пазуха. Поэтому наша задача досверлиться до кленовидной пазухи, открыть ее. Для нас это будет задней границей высверливания. И опять же мы увидим уровень основания черепа, и нам будет спокойнее. Мы используем алмазный бор и начинаем высверливать. Постепенно высверливаем вверх и латерально. И обязательно смотрим внимательно за появляющимися просвечивающимися структурами, за остеомой. Важно не использовать давление, чтобы не провалиться никуда. Мы приближаемся к кленовидной пазухе. Уже визуализируем ее с аусти. Расширяем с аусти с помощью щипцов Керрисона. Для нас это очень важный анатомический ориентир. Видно, что кленовидная пазуха не вовлечена в процесс. Она покрыта неизмененной слизистой оболочкой. И теперь мы можем двигаться вверх до уровня основания черепа и латерально, чтобы обнажить медиальную стенку орбиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Мы двигаемся латерально, постепенно приближаясь к медиальной стенке орбиты. Для нас в идеале мы должны достигнуть фасции орбиты и будем двигаться по ней. Поскольку остеома полностью поражает медиальную стенку орбиты, нам предстоит полностью ее удалить, но по возможности сохранить фасцию. Сейчас мы уже достаточно широко открылись. Мы видим, что мы находимся практически на уровне основания черепа. Сейчас высверливаем те части остеомы, которые крепятся к верхней и средней раковинам. Высверливаем их. И уже латерально начинаем видеть мягкие ткани, которые находятся под остеомой. Это мягкие ткани орбиты и слизистая оболочка, которая выстилает основание черепа. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы уже частично обнажили орбитальную фасцию. Теперь видим ее расположение и двигаемся по медиальной стенке орбиты вверх. Мы знаем, что частично остеома врастает в орбиту, отдавливая ее на границе между основанием черепа и переходом основания черепа в медиальную стенку орбиты. Вот это место. Мы уже фактически внутри орбиты. Мы двигаемся по остеоме. Мы ее истончаем максимально, а потом уже аккуратно отделим с помощью распатора. Итак, мы видим клиновидную пазуху с выступом зрительного нерва. Мы видим обнаженную орбиту, фасцию, она мягкая, истонченное основание черепа, но недостаточно для того, чтобы отделить остеому. Поэтому мы продолжаем истончать остеому. Двигаемся вдоль нее. Уже видно просвечивающиеся структуры позади остеомы. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь мы можем удалить ту часть остеомы, которая отдавливает орбиту в верхних отделах. Она уже легко отделяется от орбиты. Важно это сделать аккуратно, чтобы не повредить фасцию орбиты и не допустить выход жирового содержимого в полость носа. Теперь нам осталось истончить остеому до основания черепа и открыть лобную пазуху, для того, чтобы предотвратить фоторичный фарантит и полностью удалить саму остеому. Сейчас мы открываем лобный карман, лобную пазуху. Используем щипцы на 90 градусов и дебридер. Мы сейчас видим лобную пазуху хорошо, она не вовлечена в процесс. И видим остеому, который как раз начинается на уровне задних отделов лобной пазухи при переходе их в клетки решетчатого лабиринта. Теперь мы видим основание черепа от лобной пазухи до клиновидной пазухи и можем полностью приближаться к нему, истончая остеому. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы полностью истончили остеому, и дальше двигаться уже нет необходимости, иначе мы можем получить ликварию. Даже если совсем тонкий участок остался, ничего страшного нет, он покроется слизистой оболочкой. Теперь нам осталось удалить часть средней раковины, которая была вовлечена в процесс, изменена. Мы ее скусываем с помощью щипцов, прокусывающих насквозь. И полностью удаляем. Это КТ после операции через 6 месяцев. Спасибо за внимание.